В городах Сибири открылись прямые продажи авиабилетов до популярных российских курортов. Воздушные перевозчики готовятся к горячему сезону. При всем богатстве выбора цены на перелет у разных авиакомпаний на первый взгляд мало отличаются. Но при этом у пассажиров есть возможности значительно сэкономить и часто они об этом даже не догадываются. О том, где и как купить дешевые билеты, мы поговорим сегодня с нашим экспертом, путешественником Евгением Максимовым. Евгений, какие сейчас авиакомпании предоставляют скидки для пассажиров, так чтобы они были действительно значительными? Скидки для пассажиров сейчас предоставляют практически все компании Большой Четверти, кроме Аэрофлота. Это ЮТЕЙР, СЕВЕН и Уральские авиалинии. Ну и также некоторые региональные компании, например, Руслайн. Ну вот многие авиакомпании, рекламируя свои услуги, обещают билеты по цене от одной до трех тысяч рублей. Можно ли вообще верить подобным сообщениям? И в чем тогда, как вы считаете, выгода для авиаперевозчика? Да, действительно, это так и есть. Когда авиаперевозчик открывает новые направления или делает распродажу по каким-то своим незагруженным направлениям, он действительно продает билеты по тысяче рублей, по две, по три тысячи рублей. Выгода заключается в том, что, допустим, в самолете 170 кресел. Из них только 10 кресел продается по цене в тысячу рублей. Когда эти 10 билетов закончатся, следующие билеты продаются уже по две тысячи, потом по три, по четыре, вплоть до того, что последние продаются, ну, например, по 25 тысяч рублей. И средняя арифметическая сумма получается 25 тысяч. Например, я лично летал весной этого года авиабилетами Победы Новосибирск-Москва-Москва-Новосибирск за тысячу рублей. Аналогичным предложением у них было на прямые рейсы из Красноярска. Москва-Красноярск-Москва. Как пассажиры могут оперативно узнать о происходящих скидочных акциях в авиакомпаниях? Для этого нужно подписываться на рассылки авиакомпаний, на их сайтах. И также есть специальные сайты, которые аккумулируют в себе все эти рассылки. Например, vandruki.ru, pirates.com и аналогичные другие, которые можно найти в поисковиках. Вот многие считают, что дешевый билет это автоматически низкое качество обслуживания. Так ли это и какие неудобства могут возникнуть у пассажира? Никакой разницы нет между пассажиром, который заплатил за билет тысячу рублей и пассажиром, который заплатил за билет 50 тысяч рублей. Они все обслуживаются абсолютно одинаково. Если мы говорим про эконом-класс, то полностью по всему сервису эконома. Единственная разница, есть ли у пассажиров тариф и багаж. И об этом перевозчик сразу четко заявляет на своем сайте. А тарифы с багажом, допустим, у ураль-тихавиалинии С-7 и Победы стоят несколько дороже, чем тариф без багажа. У Аэрофлота разницы нет. У него все тарифы включают в себя как минимум одно место багажа. Ну вот известно, что в последнее время нередки случаи, когда пассажиров снимают с рейса по надуманным основаниям или вовсе не пускают на борт. Какие авиакомпании чаще всего оказываются инициаторами подобных скандалов и почему? Такое явление действительно есть. Авиакомпании используют систему управления доходами. И, допустим, если в самолете 170 к рейсу, они на него могут продать 180 билетов. Делается это потому, что часть пассажиров опаздывает на вылет и не летит. Часть пассажиров за несколько часов до вылета меняет свои билеты на другие даты. И из этих 180 проданных билетов к полету являются 165 пассажиров. Ну, если, допустим, все пассажиры, которые купили билет на эти рейсы, они пришли, то авиакомпании, у которых есть бизнес-класс, пересаживают часть пассажиров из экономического класса в бизнес-класс обслуживание. Авиакомпании, у которых нет бизнес-класса, предлагают лететь следующим рейсом или другими перевозчиками. Авербутинг практикуют практически все российские авиакомпании. Достаточно часто это случается в Аэрофлоте, в авиакомпании «Победа», «С-7», реже «ЮТейр» и «Уральские авиалинии». Несомненно, присоединение к Монреальской конвенции пассажиров защитит, потому что сейчас по воздушному законодательству за час задержки авиакомпания должна заплатить пассажиру 25 рублей. 25 рублей! Эта сумма не менялась с какого-то 1989-го, по-моему, лохматого года. После присоединения к Монреальской конвенции будут совсем другие штрафы для авиаперевозчиков, которые не пустят пассажира на рейс. Хочу добавить, что сейчас только ратифицировали это присоединение, но оно еще не вступило в силу, поскольку Министерство транспорта должно выпустить соответствующие федеральные авиационные правила, и произойдет это, я так думаю, не раньше, чем в начале следующего года. Я напомню, что у нас в гостях был Евгений Максимов, эксперт и путешественник со стажем. С ним мы поговорили о том, как дешево купить авиабилеты, если вы хотите улететь отдыхать, при этом не переплачивая.